Фонд «Эволюция» Фонд «Эволюция» занимается поддержкой просветительских проектов, школьного образования, изданием научно-популярных книжек. Фонд помогает делать научно-популярные ролики, субтитры русские к иностранным, к англоязычным научно-популярным роликам, издание книг молодых авторов. В частности, при поддержке фонда запущена такая замечательная серия научно-популярных книг, которая называется «Примус». Там выходят первые научно-популярные книги новых молодых талантливых авторов. В частности, недавно вышла замечательная книга Михаила Никитина «Происхождение жизни», замечательная книга Бориса Жукова про изучение поведения животных. Скоро выйдет первая научно-пулярная книга известного антрополога Станислава Дробышевского под названием «Достающее звено». Целый ряд других книг и переводных научно-пулярных книг хороших тоже. Фонд все это поддерживает. Кроме того, фонд помогает школьникам принимать участие в разных научных мероприятиях, научных школах. Были школы по лингвистике, по молекулярной биологии, по эмбриологии морских беспозвоночных. Кроме того, фонд «Эволюция» помогает в работе комиссии Российской академии наук по борьбе с лженаукой и фальсификацией научных данных. В выпуске меморандумов, которые выпускает эта комиссия, фонд участвовал в мероприятиях по разоблачению дерматоглифики, гомеопатии и так далее. Мы планируем продолжать эту деятельность. В отличие от фонда «Династия», который финансировался Дмитрием Борисовичем Зиминым, у фонда «Эволюция» своих денег нет. Поэтому мы собираем средства путем краудфандинга, что, наверное, даже хорошо, потому что это такая демократическая система, при помощи которой мы обращаемся к людям, ради которых все это делается. Если вы считаете, что эта деятельность не нужна, вы просто не даете деньги и, соответственно, не будет делаться каких-то лишних телодвижений. А те, кто считает, что это нужно, им лично и нашему обществу в целом вы можете поддержать фонд пожертвовав какую-то сумму на вот эти программы. А собирается фонд продолжать всю эту деятельность, включая новые книги, проведение научно-популярных лекций, прежде всего не в Москве и в Петербурге, где более-менее с этим все неплохо, а во всех остальных регионах и городах. А если наберется достаточное количество людей, которые пожертвуют какие-то суммы на нашу деятельность, это будет одновременно и знаком, что вы считаете эту деятельность нужной и важной. Вот такая демократическая система. Так что, кто считает, что эта деятельность полезна, вы можете это, соответственно, свое мнение выразить, поддержав фонд. Ну вот, собственно, и все. Надеюсь, что эволюция продолжается.